здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня с вами поговорим о посадке лука осенью потому что лук как бы весной очень востребованный всем хочется иметь зелень на столе но многие огородники высаживают лук осенью не только для получения пера но и для получения луковиц то есть товарного урожая значит что необходимо помнить ну лук во-первых если говорить вообще луки они бывают как бы репчатые мы которые мы считаем однолетними культурами и бывают луки многолетние но многолетние луки там никаких вопросов нету делим на мелкие части и просто высаживаем тут ничего так бы выдумывать не надо посадка очень простая следующее как бы еще по зиму тоже не все знают можно посеять семена многолетних луков посели семена многолетних луков он сходит как бы через три недели при благоприятных условиях холоде у него зайдет весной появятся всходы и ваш лук уже где-то в июле месяце можно будет употреблять в пищу он же выдавать зеленое перо вот репчатый лук но технологии как бы несколько есть потому что одно дело когда мы садим репчатый лук который называется выборок то есть более крупный лук мы садим на зелень точно также на зелень мы можем посадить и севок на расскажу эти нюансы и второй такой нюанс что мы можем севок высадить для получения товарной луковицы то есть крупные хорошие луковицы такой крупнее конечно чем выборок технология значит в чем заключается особенность технологии если мы будем высаживать такой вот лук выборок на зеленое перо а он только на зеленое перо потому что он будет стрелковаться этот лук мы будем использовать конец мая в наших условиях конец мая начало июня до конца июня уже в июле к июлю он весь застрелкуется а грубеет и уже станет непригоден пишу ну и луковицы конечно тоже уже хорошее не даст так вот такой лук который будем садить на перо его высаживаем густо один при одном это называется мостовой способ посадки делаем градочку сделали градку поравняли землю внести туда залу нести туда суперфосфат потому что они повышают морозостойчивость растений лука и потом одна при одной садим луковички ну градка конечно соответственно где-то ну нет метр шириной потому что садись к вы очень удобно место занимаем мало но зелени получше многом посадили ну и тут дальше есть лук остается на поверхности при домостовом способе посадки он переносит морозы заморозки и снега он все переносят весной нарастает и весной им просто видим где больше подрастали перья ну то есть не перо лука и мы просто из напросто эти луковицы выдергиваем тут как бы ничего сложного нету если у вас уже опаздывается уже близко заморозки замерзает земля вы можете просто-напросто этот лук рассыпать рассыпаем по поверхности земли потому что уже не посадите и беру засыпаем опилками литров окрошкой опилки литров окрошка это материал который не даст быстро промерзнуть почве соответственно ваши луковицы будет находиться благоприятных условиях основные все прорастуте ну и дальше уборка совсем тоже несложно берете и выдергиваете ну несколько особняком стоит посадка лука на луковицу очень интересное сочетание лук на репку но мы будем высаживать с севка но тут смотрите не сделайте ошибку почему потому что севки вот они бывают меленькие севок где-то до сантиметра и севок и два сантиметра и даже 20 сантиметра так вот для осенней посадки на луковицу родится только севок который вырос до до полсантиметра то есть 5 миллиметров это оптимальный размер лука севка для посадки на репку почему потому что более крупный севок побывал холодной земли всю зиму и часть осени весной может просто-напросто застрелковаться и мы получим не луковицу а получим пером ну особенность посадки лука на перо под зиму это мелко так называемой овсюшки чем заключается мы делаем родочки делаем родочки и в эти родочки значит мы через 5-7 сантиметров садим по одной по одной мучевочку одной луковички рассаживаем но 5-7 а между родами мы где-то можно 15-20 сантиметров больше тут как бы не надо потому что питание для нашего лука будет достаточно если сделать больше на чем не так будет быстро растет его просто-напросто буду забивать сорняки по запоминать эти расстояния 5-7 сантиметров в роду и 15-20 между 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 родами посадили и мы можем просто-напросто его просыпать землей задел засыпали землей у нас прекрасно весь перезиму перезимует ну а соответственно если вы будете высаживать который более крупный севок на перо опять же мостовая посадка только конечно перо будет рука готова только к концу июня месяца то есть пока он будет набирать силу он будет мелковатый и я как сказал уже в начале ролика не факт что этот ваш севок не застрелкуется он запросто может застрелковаться крупный севочек но перо вы будете иметь конечно прекрасное почему я ориентирую на мостовой способ посадки потому что как бы земли у нас наших участках удачников не так уж и много мы экономим каждую 5 земли а при мостовой посадке как бы минимум площади занимаем тот же лук по определенному определенную маленький кусочек земли мы получаем хороший урожай вот почему вот почему этот способ посадки я рекомендую всем нашим огородникам ну точно так же если и что есть способ посадки лука опять же роды делаем заблаговременно когда земля что вот я потом покажу опять же земля пока не замерзла мы делаем родочки делаем родочки вот а лук можно высевать уже когда наступает устойчивая заморозки почва замерзла вот по замерзшей почве мы просто-напросто уже не садим а высеваем в родочке лук высеваем но тоже тоже расстояние в зависимости от целей на репку или на перо на перо можно она при одной луковичке падать а если на репку нас опять же 5-7 сантиметров взяли рассыпали по родочку как просели луковички земельники вот после этого берем перегной или торф и родочек засыпаем результат будет очень хороший ну во-первых еще что осенняя посадка лука нам даст весной как бы очень много дел очень много дел надо ископать градки надо прорыхлить где-то ну и сад обрабатывать как бы более занятые осенняя посадка нам разгружает меньше работы получаться на весну с осенью мы посадили и весной остается нам во первых только ждать урожая то ли пера то ли репки это раз во вторых прощение посадках лук репчатый особенно практически не повреждается луковой мухой почему она не повреждает потому что уже к началу или середине мая это есть от региона лук становится грубым и муха просто-напросто он уже не по вкусу она не откладывает яйца и соответственно там не водятся личинки наш лук получается экологически чистый без применения всяких всяких химикатов поэтому возьмите эти способы выращивания лука на заметку и я думаю что вы будете иметь хороший урожай и зеленого пера и также лука репки удачи вам до свидания